Сайт Letyshops.ru позволяет экономить до 30% с каждой онлайн-покупки в более 500 популярных магазинах. Дополнение для Google Chrome и Яндекс.Браузера поможет проверить наличие кэшбэка на страницах магазина. Смотрите в описании под видео. Всем привет! Я как спортсмен, комсомолец и любитель говорить всякий бред на камеру, недавно задумался над вопросом. Нахрена вообще люди покупают себе спортивную аудиогарнитуру? Почему нельзя бегать в обычных наушниках? Посмотрел в магазинах цены на спортивные уши, святые укупники. Они порой в несколько раз дороже обычных затычек, в чем вообще прикол. Но, бороздя просторы интернета, я наткнулся на вот такой вот интересный экземпляр. Называются они FlyMemo Hammer и это не самое дешманское решение, но и не самый премиум сегмент, который сейчас есть на рынке. Это такой середнячок, но у них есть одно важное преимущество. Это Bluetooth стереогарнитура. И самое главное для меня, в них совершенно нет ничего лишнего. И они не смотрятся уж больно монструозно. Но и это еще не все. У меня есть Xiaomi Hybrid. На мой взгляд, это одни из лучших наушников в мире и лучшие наушники из Китая, которые вы сейчас можете купить. И при этом они на 10 баксов дешевле Hammer'а. И вот вам, господа, хороший вопрос. Стоит ли переплачивать за спортивные наушники ради пробежек, или можно обойтись обычными Xiaomi Hybrid'ами? Как вы поняли, наушники мы сегодня будем рассматривать исключительно со спортивной точки зрения и тащить сюда пафосное интро. Начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Если начать рассматривать внешний вид наушников, то они немного монструозные. Но это, видимо, проблема всех спортивных аксессуаров. Если вы покупаете кроссовки для бега, они будут с помпезной подошвой, с яркой окраской, со спойлерами на пятках. Все сделано для того, чтобы подчеркнуть спортивное предназначение гарнитуры. Яркий окрас, спортивный дизайн. Маленький Александр Невский внутри каждого канала. Самое удивительное, что наушники не пахнут Китаем. Сделаны качественно, но никакой премиальности от них не ждите. В комплекте помимо наушников был еще набор накладок для ушей, дополнительные резиновые крепления, кабель для зарядки и юзер-мануал на английском языке. Оба излучателя соединены между собой одним лапшеподобным шнурком. Плавный путь от уха до уха прерывает пластиковый островок с кнопками управления громкостью и переключения треками. Это пульт управления, совмещенный с микрофоном. Доступна регулировка громкости, прием и отбой вызовов. Отверстия микрофона расположены сзади, так что по наушникам можно разговаривать. Качество связи приемлемое, но не более. Концы излучателей загнуты, чтобы лучше заходить в ушной канал. В правом наушнике находится интерфейсный разъем microUSB под резиновой заглушкой. На нем же расположили и индикатор состояния в виде двухцветного LED-огонька. Длительность работы от одного заряда 8 часов, но с моим темпом тренировок никаким. Я их за две недели еще ни разу не посадил. Батарея на 200 мАч, Bluetooth 4.0, вес наушников 16 грамм. Подключить наушники к смартфону довольно просто. Для этого на 3 секунды зажимаем кнопку стоп на гарнитуре и слышим в наушниках звуковой сигнал. На правом наушнике загорится LED-индикатор, после чего в смартфоне включаем Bluetooth, находим в списке устройств наши наушники и подключаем. Если попросят пароль, то просто введите 4.0. Долгое нажатие на кнопку стоп включит гарнитуру. Для ответа на звонок с гарнитурой нужно нажать стоп один раз. Для завершения звонка также нажимаем стоп один раз. Для сброса звонка зажимаем кнопку стоп на 2 секунды. Зажатием кнопок регулировки громкости переключаются треки. Однократным нажатием регулируется громкость. Звук в наушниках громкий. Внешний шум становится не слышно, когда только надеваешь наушники. Бас мне показался глухим, но эквалайзером можно это подкорректировать. В остальном звучат хаммеры, конечно же, хуже, чем Xiaomi гибрид. Но от спортивных наушников детальность проработки звука и не требуется, ведь наушники для бега не аудиофильское решение. Никто не покупает спортивные гарнитуры только ради чистого звука. Да и никому нет дела до того, что середина и верха скатываются в кашу, когда бежишь десятый километр одной рукой, поправляя язык, лежащий на плече, а второй вытираешь с олба пятый литр пота. Главное, чтобы они не выпадали из ушей, пока вы стремительно несетесь навстречу новому личному рекорду. А вот об этом стоит рассказать поподробнее. Смотрите, в конструкцию наушников входит специальная резиновая петля, которая не позволяет наушнику выскочить из уха. И по идее, благодаря этому, данные излучатели должны держаться лучше, чем у Xiaomi гибридов. Надеюсь, вы понимаете, что под Xiaomi гибридами я понимаю любые наушники, не спортивные. Так вот, давайте же проведем небольшой тест на выпадение наушников из уха. Внимание! Уберите от экранов несовершеннолетних животных, беременных детей и кормящих матерей с нарушениями психики. Тест с гибридами. А теперь проведем такой же тест с наушниками Hammer. Если вы любитель неспешно побегать, и вам без разницы торчат провода из вас или нет, то вполне можете бегать в обычных наушниках, в том числе и в Xiaomi гибридах. Но в спортивных наушниках смысл есть. Если вы занимаетесь более-менее серьезно, то спортивные уши будут вам как раз кстати. Да, удовольствие не бюджетное, но оно того стоит, тем более если вы занимаетесь в зале. Смартфон или плеер лежит у вас в сумке, а вы без проводов слушаете любимые треки. Уверенно ходите от снаряда к снаряду, ведь дальность действия данных наушников составляет около 10 метров. При этом вы не пропустите важный звонок и сможете поговорить с собеседником по гарнитуре. И самое главное, с вас не спадут ваши шорты от тяжести вашего смартфона, который будет лежать у вас в кармане. Давайте подведем итог всему вышесказанному перечислением плюсов и минусов. Плюсами я отметил внешний вид и материалы корпуса, отсутствие длинных проводов, наличие блютуза, долгое время автономной работы, громкость звука, шумоизоляцию, то что они не выпадают из уха и производитель дает год гарантии на наушники. А вот минусами я отметил то, что я жирная ленивая жопа. Как говорит один мой хороший друг и тезка, я могу назвать данные наушники хорошим выбором для спортсменов. Если вы решили похудеть к весне или просто любите ежедневные пробежки под музыку, то смело идите в магазин и покупайте спортивные уши, это будет хорошим приобретением. Для ваших целей они подойдут идеально. Во многом они облегчат вам жизнь и сделают утренние пробежки еще более желанными. Что же касается конкретно хаммеров, то наушники мне очень понравились. Стоя перед выбором подобного девайса, понимаешь, что все очень сложно. У некоторых моделей слишком громоздкая конструкция, у других трехметровые кабеля, которые мешают бегу, а третий вовсе стоит как неплохой аудиоплеер или даже смартфон. Здесь же идеально соблюден не только баланс цены и качества, но и баланс удобства и функционала. А на этом все, всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, не забывайте заглядывать на второй канал, который ведет моя жена с обзорами Android софта. Ставьте оценки этому видео, вступайте в группу ВКонтакте и пользуйтесь кэшбэк сервисом letyshops.ru Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok